Проверка опорных реакций в балке Чтобы потом не переделывать задачу заново, надо проверять каждый этап ее решения. В прошлой серии мы нашли опорные реакции в балке и для этого использовали вот эту пару уравнений. А теперь выполним проверку полученных значений. Для этого запишем еще одно уравнение и подставим в него найденные значения реакции. Если в результате получим 0, значит реакции были определены верно. Этим уравнением будет еще одна сумма моментов в балке относительно точки А, С или Д. Точка Б уже была использована ранее. Запишем уравнение моментов, например, относительно точки А. Подставляем значения и получаем 0,1 кНм. Ну то есть не совсем 0. На самом деле это тоже хорошо. Это одна десятая получилась за счет округления найденных значений реакций до одного знака после запятой. Поэтому будем считать, что это тот самый 0, который нам был очень нужен. Так и запишем. То есть опорные реакции были определены верно. А про сами опоры теперь можно забыть навсегда. Если последние две серии остались с тобой не поняты, значит ты, скорее всего, просто гуманитарий. Или очень красивая девушка. Или панда. Игорь Михайлов Продолжение следует...